Ведел и пришли мне 252 рубля на счет но это конец видео Ярослав здравствуйте заказ у меня был на Невском проспекте предпоследний Смотрите я подъезжу 8 минут еду по пробкам там у казанского собора все перекрыто гаишниками Машинами ну эти которые воду возят ну там обычно в разном виде там короче подъехать никуда нельзя Выделенная полоса там изначально останавливаться нельзя то есть вы даете во первое вы даете Возможность заказать такси пассажирам туда куда останавливаться нельзя это первое второе Окей даже если пассажиры стоят и готовы быстро сесть машину чтобы нас не сфотографировали и мы уехали Вопросов еще как-то нет но когда пассажиров нету я звоню трубку никто не снимает я смотрю меня уже одна машина сфотографировала там еще перекресток радар висит я звоню и потихонечку качусь пассажиры снимают трубку говорят а мы говорит выходим там где-то они выходят да ну и я от меня но они отменяют заказ оказывается что уже больше трехсот метров пошло по правилам сервиса я их знаю прекрасно ну там надо ждать где ждать меня сейчас сотрудник предыдущий спросил а можете ли вы а мы не прибывали у вас возможность припарковаться в радиусе трехсот метров я говорю не было возможности потому что все перекрыто еще раз объясняю яндексе это не указано да там вообще это там и так не весь центр это одна сплошная платная парковка смотрите что мне сотрудник говорит я сейчас финансовый отдел отправлю сообщение и что говорит он мне мне за финансовое делали какое дело написали ну с 1 поняли ваш вопрос давайте немного времени да подождите дайте доскажу пожалуйста не останавливайте машину в запрещенных местах поняли да первое то есть меня еще яндекс отчитывает там где мне нужно останавливаться сам давая заказ возможности когда вы забираете или высаживаете вашего пассажира если человек просит остановиться в запрещенном месте предложите ему другое место поблизости если . вместе где нельзя останавливаться сделайте как можно ближе сообщите вашему пассажиру где вы сейчас проверяем информацию вашего вопроса скоро вернется никто не вернулся остановиться я нигде больше не смог везде запрещено и компенсация мне не пришла ну понимаете за подачу вижу так могу вас предупредить что если есть действительно перекрытие по картам и подробная информация об этом заказе то идем конечно навстречу водителям а по поводу вашего обращения его честно говоря отложили ненадолго ответ он должен поступить какой ненадолго я сейчас вот посмотрите я веду сразу диалог с вами и тут же переписываюсь поддержка поддержка меня уже послала ну в чате гонит мне вот эту пургу про 300 метров понимаете я объясняю в центре нельзя остановиться не 300 метров там вообще нигде нельзя остановиться просто просто тупо нигде нельзя понимаете то есть весь центр весь центральный адмиралтейский васильевский район петроградский должен быть запрещен к заказу такси к высадке и посадке что разработчики не предусмотрели разработчики в трех березах заблудили что ли или разработчикам просто наплевать на самом деле что мы штрафы по трехе получаем тема то на самом-то деле уже изъезженная вопросов нет я уехал 300 рублей мне на карту закиньте на счет а с пассажиров пускай знает свет вы смотрите напишите вы 300 рублей платили так как вы не вышли заранее водитель 3000 рублей со своего кармана не обязан платить за то что они видели там выходят ресторана или с кафе ну не обязан да но но платить не мою подачу они уже обязаны я чё там к ним пробирался просто так что ли я не понимаю через все все весь этот сущий ад блин который там сейчас центре происходит нет конечно нет я вижу долго вы ожидали пассажира сейчас нужно будет проверить информацию о дороге по картам и ответ от поддержки вам придет сегодня после 19 часов вы просто можете вот сейчас зайти в навигатор и посмотреть что в центре происходит около казанского собора вот он казанский собор все в пробках здесь стоит вот тут стоят машины все перекрыто там некуда свернуть даже а тем более хорошо если бы я свернул на михайловскую улицу как мне предложил сотрудник он вообще хоть понимает вот предыдущий до вас свернуть на михайловскую улицу моя поездка из 7 минут там заказ был 7 минут превратится в 30 минут и все это за сколько за 340 рублей вот сотрудник техподдержки ваш коллега который короче ну нас консультирует это я его должен консультировать по поводу того вообще насколько компетентен он на своем рабочем месте камон ребята идите в такси ломаните года по два а потом вы сможете дельные советы давать водителя вы не понимаете послушайте меня вы как сотрудники техподдержки не догоняйте вообще что здесь делают водители и как они работают используя приложение яндекс про от слова совсем не понимаете я реально вам говорю вы вы думаете что вы хотя бы касательно ну думаете как мы здесь понимаем и как мы эксплуатируем это приложение нет я вас уверяю вы не знаете что мы здесь делаем честно говоря и доступа к приложению нас нет только теоретические знания об этом вот это поворот но как вы можете консультировать это вы должны звонить нам и консультироваться у нас по поводу того андрей анатольевич а подскажите вот недавно вышел на работу а вот тут такая ситуация понимаете ну вот такая должна быть ну система обучения у яндекса понятно это не к вам это топ менеджером продакт менеджером надо это говорить чтобы мы вас обучали они вы нас консультировали что это за бред а самое то дурацкое вы сидите на зарплате которая формируется с наших комиссий я уже тысячу раз говорил возьмите меня это это давайте контракт заключим я обучу а я готов взять весь штат сотрудников на обучение понимаете для того чтобы вообще понимали на самом деле что здесь происходит меня и другие еще опытные водители я не один такой понимаете а что это за бардак то на самом то деле происходит меня блин я звоню для консультации для того чтобы решить финансовый вопрос человеку который не понимает на самом деле вообще что здесь происходит вообще где он ну где я и где мои вещи короче вы понимаете это вот так примерно мы знаете как мы на вас нет не вас по-человечески как сотрудника даже немного жаль от того что вы и вы ну доходитесь на том месте но нету соответственного обучения которого могло бы быть ну как сказать конструктивным для нас для всех вот этот переписки которые мне написали мы видим что вы больше трехсот метров поэтому вам компенсация не получит не положено это чё за ответ вообще такой поддержка в чате что вам отвечала может быть не совсем правильно ответил на ваш вопрос если все же не удается припарковаться туда можете отъехать в любое место которое свободно где можно припарковаться нету в центре послушайте меня еще раз в центре есть возможность припарковаться только в зонах платной парковки они как правило всегда заняты еще раз центр это место не приспособленная для высадки посадки пассажиров так это либо яндексу как компании которая сейчас уже кстати по новому федеральному закону имеет определенную ответственность является службы заказа такси попадает под регулирование 580 фс пускай лоббирует короче вы или сажает своих представителей не знаю где там минтрансе торгово-промышленной палате и в этом пускать депутата своего туда просовывают который будет законопроекты вносить ну чё за детский сад миллиардная компания долларовая блины не могут короче блин в трех березах короче блин это разобраться блин это не для это знаете это не это не сложно для них в данном контексте для них вообще все сложно в жизни понимаете почему мне допустим вам донести вот это не сложно а им это понять сложно это риторически вопрос вам на засыпку задумайтесь и сами себе ответьте конечно андрей а сейчас ожидайте все же ответа да денежку мне начислите и вот тогда я буду спокойно ваш вопрос точно решат если по картам заметят что нельзя было стоять то компенсация точно будет начислено в библии написано в библии но если бы рассчитывать я понимаю что мы де юра не наемные сотрудники мы де факто по факту выполняем ту работу которую формирует яндекс это де факто де юра мы не сотрудники понимаете да в чем разница но в данном случае от того что я не получил вот эту денежку я сейчас здесь не придираюсь ровно по одной причине это ваша вина как сервиса который не может выстроить правильные алгоритмы для взаимоотношения между пользователем и водителем но клиент пользователем клиентом пассажиром и пользователем клиентом яндекс про водителем все 300 рублей и еще плюс промокод считаю что за вот этот вот диалог который очень поучительный для для сервиса яндекс я считаю что я заслужил шестичасовой промокод без комиссии только я так не смогу но давайте попрошу коллег все же выдать хоть какую-то компенсацию давайте спасибо вам за обращение до и хорошего вечера до свидания всего доброго будем признательны если вы оцените работу зона была сложная простоял 40 секунд гаишники меня сзади подпер гаишник с мигалками короче я отъехал звоню клиентам клиенты короче говорят мы там где-то еще идем я говорю я уехал короче они отменяют заказ а получилось уже что больше 300 метров и встать некуда повернуть общение там казанский рождество православный православный там праздную и все и я уже вот это вот то что вы сейчас видели это уже после 15 минутного диалога сначала я пытаюсь разговаривать спокойно но потом в силу опять же моего эмоционального а нестабильного характера а я признаю мне это есть меня начинают жестко подрывать короче просто вот это некомпетентность знаете как бы одну сотрудников короче вот такая история это изъезженная тема уже даже не надо не можете ничего не писать комментариях я знаю это я от водителей получаю обратную связь вот у нас у всех это проблема в общем ребят всех обнял приподнял до новых встреч а если яндекс вы видите пожалуйста решите эту проблему реально заколебала эта тема и пассажирам пишите что выйдите на улицу потом заказывайте такси ждите стоите мы ждать не можем они могут стоять для них это ничего не будет стоить ну максимум потраченного времени 5 минут на воздухе а для нас это чревато короче ну деньгами а мы за эти деньги здесь короче но на самом деле пашем будь здоров у каждого из нас есть ответственность за наши семьи на наших родных и близких понимаете и надо относиться ну с пониманием все всех благ